Добрый вечер, дорогие друзья! Что такое богословие? Ну, слово всем нравится, и мы знаем, что великие святые прошлого носили имена богословов, евангелист Иоанн – богослов, святитель Григорий – богослов, Симеонова – богослов. И нас интересует это. Нам тоже хочется делать разные богословские выводы, нам хочется понимать, узнавать, рассуждать, приходить к каким-то заключениям, касающимся природы божества, нашей жизни, наших отношений с Богом, многому-многому другому. Пожалуй, что желание – это нормальное. Желание, естественно, нормальное, вот та самая любознательность, о которой приходилось говорить. Но надо помнить, что богословие не для любителей. Богословствует церковь. Вот так вот можно сказать, с таким нескольким научным языком. Богословие – это продукт деятельности коллективного субъекта. Церковь в целом. Но можно ли в этом участвовать? Вот интернет как будто бы даёт нам возможность принимать участие в этом коллективном творчестве. Вот у нас и сайты богословские, даже сайт один называется «Богослов.Рью». Там можно прочитать разные статьи, делать всякие замечания, просто можно и комментарии даже ставить. Всё это не очень-то, так сказать, благополучное дело. Такую аналогию можно привести простую очень. Если церковь – это тело Христа, Христово тело, то любитель богослов немножко напоминает любителя хирурга. Представь себе, что у вас аппендицит или какая-нибудь другая болезнь, и ваш сосед говорит, да я тоже, знаете, занимаюсь, вот я недавно курицу зарезал, а давайте я вам тоже сейчас помогу. Не надо давать таких экспериментов ставить. Не надо. Не надо. Если хотите быть богословами – хорошее дело. Для начала – Духовная Академия. А чтобы окончить Духовную Академию, сначала окончить Духовную Семинарию, ну или другое гуманитарное образование, высшее получение. После этого Духовная Академия. Ну и три древних языка. Три древних языка, так сказать, не обижайтесь. Латынь, греческий и древнеюрейский. Причём не так, чтобы по буквам там что-то разбирать, а чтобы так свободно можно было читать. Ну как русский. Примерно вот так. Вот на таком уровне, когда освоите, ну тогда можете приступить к богословскому изысканию. Но не раньше. Помоги вам Богу.